Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». 12.07 в Кирове продолжается программа «Дневной разворот». Мы почти в том же составе. Светлана Занько, Павел Чарушин, Денис Князев, наш звукорежиссер. Здравствуйте все те, кто только что к нам подключились. В прошлом части мы говорили по поводу того, что будет в следующем году с пригородными железнодорожными перевозками. У нас в студии был Альберт Запольских, глава Департамента дорожного хозяйства и транспорта. Все те, кто не услышал этот эфир, имеют возможность его прослушать на сайте eho.kirova.ru. Через пару часов будет выложена запись этой программы. Заходите, слушайте, обсуждайте, комментируйте, задавайте вопросы туда еще. Альберт Владимирович частый наш гость, и мы эти вопросы ему перенаправим. У нас был опрос в прошлом часе. Если пригородные электрички отменят, то больше всего пострадают кто. Этот опрос был на сайте eho.kirova.ru и в нашей группе ВКонтакте. Давайте подведем его итоги. Итоги таковы. 42% высказались за то, что жители пристанционных поселков, работающих в Кирове, пострадают. 14% отметили, что могут пострадать студенты. 3,6% дачники и крепеники. 7% сами железнодорожники. И 32% сказал, что никто электрички не отменит. Все будет точно так же. В чем я вот сомневаюсь, потому что, судя по всему, федеральное финансирование будет урезано. Это значит, что есть три варианта пути решения проблемы пригородных электричек. Эти пути решения нам предлагает, нам о них рассказывает Высшая школа экономики в своем отчете по пригородному сообщению. Первый вариант – это снизить затраты пригородного комплекса, то есть неэффективные какие-то расходы урезать, оптимизировать. Во-вторых, увеличить тарифы для пассажиров, что, похоже, неизбежно произойдет при любом раскладе. И третье – увеличить бюджетное субсидирование, то есть из местных бюджетов, я так понимаю. То есть большая проблема с этим. Да, чтобы не произошло, но это уже будет известно в течение ближайшего месяца, мы будем знать какой-то результат. Давай еще раз напомним, что это все-таки по результатам исследований в докладе Высшей школы экономики было обозначено. Да, нигде-нибудь. Сейчас мы переходим к следующей теме. Теме «Многодетным семьям из Кирова выдадут продуктовые карты». Об этом проекте рассказал нам еще в марте месяца этого года Дмитрий Матвеев, зам предправительства Кировской области. Он рассказывал тогда о том, что это будет банковская карта, на которой можно будет потратить определенную сумму денег на товары местных производителей. И деньги эти будет давать областной бюджет. То есть достаточно долгое время разрабатывался этот проект. Но тогда уже было заявлено о том, что проект стартует в октябре. И вот действительно октябрь пришел, и проект стартует. И в связи с этим мы пригласили сейчас в нашу студию Кирилла Лебедева, главу Департамента социального развития Кировской области. Кирилл Сергеевич, добрый день. День добрый. И где-нибудь примерно в 12.20 мы постараемся подключить Павла Ануфриева, главу Департамента развития предпринимательства и торговли. Всех, кого интересует этот вопрос, прошу звонить по телефону прямого эфира 708-502. Вы можете писать и высказывать свое мнение по поводу этого проекта на телефон 8-909-721-0. Так мы будем принимать ваши СМС. Обязательно подписывайтесь. Можете использовать наш аккаунт в Твиттере «Вызван43». Кирилл Сергеевич, вопрос первый. Когда стартует проект? Когда начнут выдавать карты? Ну, фактически проект стартовал. Карты начнут выдавать с 15 октября в массовом порядке. В настоящее время списки переданы банку-победителю многодетных семей. И на основании этих материалов банк выпускает именно и карты. То есть какая механика вообще? Механика следующая. Те многодетные семьи, которые уже имеют на руках либо удостоверение многодетной малообеспеченной семьи, у нас две категории многодетных, либо удостоверение многодетной семьи, они могут, начиная с 15 октября, обратиться в офис Вятка банка по адресу Октябрьский проспект 109 и, написав заявление, предъявив паспорт и удостоверение, получить на руки карту. В течение трех рабочих дней с того момента, как семья получит на руки эту карту, на карту будут переведены средства в размере 1 тысяча рублей. Напомню, что это средства из бюджета. Средства областного бюджета. Теперь еще раз акцентируем на том, что будут получать эти карты все абсолютно многодетные семьи. Можно я все-таки добавлю, да, это вот, как вы говорите, слово механика, да, механика для тех, у кого есть на руках удостоверение многодетных семей. Тем же семьям, которые не обращались ранее в органы социальной защиты, необходимо будет оформить такое удостоверение. А для этого нужно будет предварительно обратиться либо в офис по адресу Октябрьский проспект 105, управление соцзащиты, население города Кирова. Либо, если это жители Нововятска, им удобнее, наверное, будет все-таки на клубную 19. Нужно будет представить комплект документов. Могу его перечислить, если есть необходимость. Перечислим. Перечислим. Значит, нужно будет предъявить для многодетных, малообеспеченных семей, нужно будет принести одну фотографию родителя, который, собственно, обращается. Значит, справку о совместном проживании с детьми, копии свидетельства, либо свидетельства о рождении детей и, соответственно, копии паспорта одного из родителей. То есть вот должна быть еще справка о совместном проживании с детьми. И сведения о доходах за три последних месяца. Это мы говорим о многодетной, малообеспеченной семье. Так, а что имеется в виду справка о доходах семьи? Многодетная, малообеспеченная. А многодетная, немалообеспеченная эту справку не должна предоставлять? Нет, они не должны предоставлять, поскольку они... А какой смысл? Все равно по одной тысяче будет перечислено на карту. Ну, вы знаете, удостоверение, как бы, если семья хочется облегчить себе задачу, они могут получить удостоверение многодетной семьи. Но вот удостоверение многодетной, малообеспеченной семьи, оно дает право на большее количество льгот. У нас законодательство завязано на то, что государство помогает неимущим. То есть им, в принципе, нужна эта справка, чтобы пользоваться льготами? То есть если кто-то не получил, а у них есть возможность такое получить, то, в принципе, нужно получить. Но зачем тогда в этот проект, зачем эту справку ввели? Нет, в этот проект справку никто и не вводил. В этот проект введено только наличие удостоверения. Либо многодетной семьи, либо многодетной, малообеспеченной семьи. А уже что получать, решает сама семья. А что получать, решает сама семья. Все понятно. Понятно. А для удостоверения многодетной семьи необходимо лишь две фотографии, то есть обоих родителей. Дальше свидетельство о рождении детей, соответственно, и копии паспортов обоих родителей. Вот тогда интересно, списки многодетных семей уже переданы в банк, который будет делать эту карточку, который будет ее выдавать. Те семьи, которые не получали удостоверение многодетной семьи, они в этих списках? Нет, это только в списке тех лиц, которые писали нам заявления, соответственно, которые стоят у нас на учете, мы как можем передать что-то в банк, если у нас нет подтверждения и желания от семей. Я так поняла, что этот список не закрыт? Этот список не закрыт. Теперь продолжаем механику дальше. Для тех семей, которые не имеют удостоверения на руках, они первым этапом должны получить это удостоверение, а вторым этапом с этим удостоверением паспортом обратиться в банк, подать заявление на изготовление банковской карты. Срок изготовления банковской карты банком до 10 дней, ну то есть стандартный от 7 до 10 дней в любом банке. Все, после этого получить банковскую карту и участвовать в этом проекте. Отличие лишь в том, что семьи, которые ранее состояли на учете в департаменте соцразвития, они будут участвовать в проекте с октября месяца и получат средства уже в октябре на карту. Те же семьи, которые обратятся в октябре месяце впервые к нам, они будут участвовать в проекте с ноября и компенсацию получат в ноябре. Ну и так далее. Те, кто обратится в ноябре, получат с декабря. Ну вот смотрите, под этот проект уже выделена совершенно определенная сумма денег. Сколько это? Планируется израсходовать 18 миллионов рублей. И эта сумма денег, она каким-то образом была привязана уже к тем семьям, которые были зарегистрированы в департаменте соцразвития? В том числе и с прогнозным развитием событий о том, какое вообще количество семей насчитывается в городе Киров на сегодняшний день. Было заложено, то есть уже то, что люди могут обратиться вновь. Конечно, закладывался запас, потому что, не знаю, знаете вы или нет, но я думаю, что знаете. Кстати, никто сейчас достоверно вам не ответит на вопрос, ни Кировстад, ни одна другая любая служба. Сколько же все-таки в Кировской области или в городе Киров многодетных семей? Кировстад фиксирует домохозяйство, а это несколько другое. Мы фиксируем либо многодетных малообеспеченных и многодетных семей, которые по тем или иным причинам захотели тоже получить удостоверение многодетной семьи. По большому счету это только моральное поощрение, раньше было моральное поощрение, наличие такого удостоверения. Сейчас оно еще дает право на участие в проекте. Вот сейчас проект стартует в городе Кирове, он такой пилотный получается, и итоги этого проекта будут подведены через 6 месяцев в апреле. Будем смотреть, как многодетные семьи пользуются этими картами, действительно ли она эффективна, об этом еще поговорим. Но она стартует, еще раз подчеркиваю, только в городе Кирове сейчас на 6 месяцев. Рассматривается ли перспектива развития этого проекта в районах области? Значит, пока мы стартуем действительно только в городе Киров, в том числе это обусловлено развитием инфраструктуры. Как вы понимаете, не все населенные пункты, в том числе области, обеспеченные сети, могут обеспечить возможность обслуживания по банковской карте. Для того, чтобы нам развернуть проект на всю территорию Кировской области, недостаточно только одного желания правительства Кировской области и наличия достаточных и определенных средств в бюджете области. Необходимо еще, чтобы и инфраструктура обслуживания тоже соответствовала нашим запросам. То есть, попросту говоря, здесь большой вопрос стоит в том, что в районах области, не во всех магазинах продуктовых, есть возможность обслуживаться по банковским картам. Да, то есть, та же потребка операции, она, ну, я не знаю, не везде это сможет выполнить. Плюс там есть требования по взаимодействию с банковскими структурами. Сетевые магазины или любой другой магазин, который не обязательно должен быть сетевой, но магазин, который будет участвовать в проекте, вход в проект открыт, да, там он не для определенных сетей написан, он написан для всех, они должны выполнить технические требования, связанные с наличием программного обеспечения, которое бы отслеживало этот проект, да, которое бы фиксировало приобретенные продукты питания. Вот это, возможно, основной нюанс этого проекта. Потратить эту тысячу рублей можно будет ни на что угодно. Нет. На что конкретно? Значит, потратить можно будет только на те товары, которые утверждены правительством Кировской области. Давайте по производителям. Есть перечень продуктов, на сайте он выложен, это кировские производители. Всех я не перечислю, потому что там товаров 1 тысяча, если мне память не изменяет, 456 штук. Это от молока и яиц до масла и так далее. Продукты первой необходимости? Так скажем, продукты, товары, произведенные на территории Кировской области кировскими производителями. Полторы тысячи наименований, это вряд ли первой необходимости. Это большая корзина достаточно. Большая корзина. Вот я бы хотела все равно сделать еще шаг назад и вернуться в районную область, потому что однозначно тысяча рублей в городе Кирове и тысяча рублей, как мне кажется, в районе, это разный вес для семьи. В районах зарплата меньше и, наверное, для многодетных семей в районах это была бы такая значимая поддержка. И вообще, по поводу значимости вот этой поддержки в тысячу рублей, как определялась эта сумма? Действительно ли вы считаете, что многодетные семьи воспользуются этим, потому что это весомо и вообще им это интересно? Вы знаете, по поводу определения суммы, вы сами сказали, что Дмитрий Александрович Матвеев, первый зампред правительства области, еще в марте анонсировал возможное введение данного проекта на территории Кировской области. И мы уже так давно работаем над этим проектом, что не только авторство проекта затерялось, но и затерялись некоторые обоснования. Тысяча рублей, ну и все-таки мое мнение, мы исходим, мы бы дали и больше, но мы исходим из возможностей областного бюджета и из понимания того, сможем ли мы с этим справиться, с этими расходами. В том числе тысяча, не знаю, я как многодетный отец готов сказать, что для моей семьи тысяча, это величина значимая, это пакет молока в день, ну как минимум. Тысяча рублей это пакет молока в день, на месяц? На месяц, на месяц, да, пакет молока в день в течение месяца, даже чуть больше. Хорошо, в Кирове карты будут сейчас применяться, я вот тут вижу по сведениям, из 46 магазинах, 4 торговых сетей. С торговыми сетями, вот как раз Дмитрий Матвеев говорил, что это может быть проблема, потому что с банками вроде бы как проблем не было, деньги бюджетные выделили под проект, определили, а вот с торговыми сетями переговоры шли достаточно сложно. Не знаю, вам задать этот вопрос или придержать для Павла Николаевича Ануфриева, который сейчас уже по телефону, что скажете, Кирилл Сергеевич? Ну, я думаю, Павлу Николаевичу я не буду отбирать хлеб. Он лучше расскажет про это. Я не знаю, что лучше, я тоже человек скромный, наверное, лучше, похвалим его. Павел Николаевич, алло. Алло. Добрый день. Здравствуйте, Павел Николаевич. Вот мы начали с того, что сейчас определены сети, в которых будут отовариваться многодетные семьи по вот этим картам продуктовым. Я вижу, что это Красногорский, Глобус, все на свете и Раздолье. Это наши местные сети, и Дмитрий Матвеев, когда презентовал этот проект, говорил о нем еще в марте месяце, он говорил, что переговоры с продуктовыми сетями на более такой болезненный вопрос, потому что могут, он говорил тогда, пройти они достаточно туго, не знали еще, как пройдут эти переговоры. Сейчас мы видим, что в результате переговоров все-таки только местные сети. С ними только велись переговоры или с федералами тоже? И как в таком случае, почему федералы не попали в эту программу? Нет, мы на самом деле вели переговоры абсолютно со всеми сетями, которые у нас есть на территории Кировской области, как с местными, так и с федеральными. Сегодня действительно вот эти четыре сети, которые вы назвали, подписали с нами соглашение, это 46 магазинов по городу Кирову. Плюс с ноября у нас еще одна сеть кировская подключается, это продуктовая лавка на 21 магазин. Почему федеральные сети сегодня соглашение о сотрудничестве не заключили? Тут весь вопрос в технических ограничениях. То есть вообще процесс подключения сети к проекту продуктовая лавка является открытым. Любая сеть может являться нашим партнером, но для этого у нее должна быть техническая возможность отслеживать покупки, которые совершены с использованием продуктовых карт. К сожалению, у федеральных сетей стоят по всей России свои собственные программы учета покупки. И мы, к сожалению, их не можем интегрировать с нашими банками, которые участвуют в проекте. А соответственно, они не могут идти навстречу, потому что это для них слишком весомые расходы будут. Ну да, то есть они не могут адаптировать город Киров, специальную программу разработать, это достаточно дорогостоящее для сети. А какое у нас соотношение количества местных сетей к федеральным, вот прямо в Кирове? Ну, если мы говорим по магазинам, то у нас магазинов магнит порядка 45, а магазинов пятерочка где-то 27, по-моему. И вот тут как раз встает вопрос о том, какие банки участвовали в конкурсе на изготовлении, на выпуск вот этих продуктовых карт. К нам поступило две заявки, это Вяткобанк и Банк Хлынов. Но по критериям, которые были прописаны в конкурсной документации, победил Вяткобанк. А расскажите про критерии. Критерии были следующие. Первое, это наличие в городе Кирове офисов банка в количестве не менее 20 единиц. Далее, это согласие банка на эмиссию не менее 5 тысяч карт. Дополнительно к картам должны быть изданы буклеты. И, кроме того, на момент подачи заявки банк должен был согласовать дизайн продуктовой карты с компаниями, которые эти карты обслуживают. Ну, например, Мастеркард или Виза. Просто вот интересно, федеральные банки вообще не рассматривали участие в этом проекте или что? Или у них, как у федеральных сетей продуктовых, тоже какие-то проблемы с этим? Заявок от них не поступало, поэтому мне сложно прокомментировать. Вы сказали, что проект открытый. И что еще другие магазины, другие сети могут вступать в этот проект? Я правильно понимаю, что и другие банки тоже могут вступать в этот проект? Пока мы не рассматривали возможность увеличения количества банков. Потому что от банка требуется техническо только выпустить карты и их предоставить целевой аудитории. То есть смысла здесь нет данную функцию перекладывать на несколько банков. А вот что касается покупок, то есть мест, где можно расплатиться продуктовой карте, вот здесь таких мест должно быть как можно больше. Поэтому процесс включения федеральных и областных сетей в этот проект, продуктовая карта, он является открытым. Вот мне еще интересно. Пришел человек с такой картой в магазин. Набрал себе корзину продуктов, в которую входят не только локально произведенные кировские продукты. Как ему на кассе отдельно пробивать по этой карте и отдельно потом остальные продукты? Или как это происходит? Нет, он может расплатиться за все товары, которые он набрал вот этой продуктовой картой. Причем компьютерная программа торговой сети самостоятельно у себя фиксирует, какие продукты питания у нас отнесены к местным и включены в акцию продуктовая карта, а какие являются не местными. И дальше эта информация будет предоставляться в банк. Банк составляет сводный отчет, предоставляя его в департамент социального развития. И департамент соцразвития раз в месяц уже четко видит, из тысячи рублей на какую сумму были совершены продукты местных товаров производителей, а на какую не местных. Я правильно понимаю, что можно потратить больше, чем тысячу рублей с этой карты? Если на карте находятся деньги не только департамента социального развития, но человек сам на нее положил свои собственные денежки, тогда можно потратить больше. Если, например, на карте всего лишь тысяча находится, но покупка совершается на полторы тысячи рублей, то тысячу рублей можно списать с карты, а 500 рублей заплатить наличными денежными средствами. То есть там не будет ситуации такой, что банк положит туда денежки, человек пришел, вроде бы как ему можно потратить только тысячу, но мы знаем, как мы себя ведем в магазинах, и потратили больше, там вроде есть деньги банка, а потом вот такие безответственные граждане получают сюрприз от того, что вроде как банку должны деньги. Этой ситуации не будет? Нет, банку точно деньги никто платить не должен. То есть на карте есть тысяча? На карте не является кредитным. Овердрафт не предусмотрен так же, да? Нет, нет, это для нас принципиальное условие, мы с банком сразу же обговаривали его. Я все-таки хочу, чтобы вы, Павел Николаевич, мне пояснили. Вот федеральные сети не заходят в проект, потому что у них нет специального программного обеспечения, потому что они работают с федеральными банками. Федеральные банки не заходят по какой-то там своей причине, я не знаю по какой. То есть у нас получается замкнутый круг, мы не можем подключить федеральные сети к проекту, потому что они на федеральных банках завязаны. А федеральные банки не идут в проект. Можно ли с ними как-то поработать все-таки в этом направлении? Или пока проект вообще этого не предусматривает, потому что он только пилотный, и мы посмотрим, как дело пойдет? Пока проект является пилотным. Причем он является новым не только для Кировской области, но в целом для России. Поэтому вот ближайшие шесть месяцев мы должны посмотреть, какие сложности возникают при реализации проекта. Дальше мы уже обсудим, в каком направлении проект будет развиваться. В том числе, я думаю, что мы обязательно пригласим и ассоциацию многодетных семей, которая выскажет свое мнение, а все ли их устраивает в процессе реализации проекта. Если что-то не устраивает, что нужно откорректировать. Сейчас, пока проект не запустился, очень сложно предположить, какие проблемы возникнут. У нас осталась одна минута до перерыва. Я хочу задать вам следующий вопрос. Все-таки, когда презентовался этот проект, больше чем полгода назад, говорили о том, что проект в первую очередь направлен на поддержку местных производителей. И многодетные семьи были выбраны просто для начала этого проекта. Основная цель была поддержать местного производителя. Эта цель и сейчас является приоритетной? Сейчас проект преследует две цели. Это поддержка местных товаропроизводителей и поддержка многодетных семей. Логика эта ведь очень простая. Дело в том, что когда население получает дополнительную финансовую помощь от государства, оно начинает расходовать больше денежных средств на продукцию местных товаропроизводителей. То есть мы стимулируем спрос. А возросший спрос, он побуждает нашей местной компании производить больше и получать большую доходность. Более того, в условиях, когда Россия вступила в ВТО, очень скоро будет установлен запрет на прямую финансовую поддержку товаропроизводителей. И мы должны будем для того, чтобы поддержать нашу местную промышленность, использовать косвенные инструменты. В частности, по стимулированию потребительского спроса. Поэтому в будущем данный проект, если в него пойдут более значительные финансовые ресурсы из бюджета, он реально скажется на стабильности работы местной промышленности. Мне придется занять еще пару минут, потому что вот в августе месяце, когда проект обсуждался, глава департамента финансов Елена Ковалева, она тогда сомневалась, что будет возможно оценить эффективность этого проекта, потому что на тот момент серьезных критериев оценки эффективности проекта не было представлено. Как вы в апреле будете оценивать эту эффективность? По каким замерам? Будет два замера. Первый замер – это вовлеченность в проект многодетных семей. То есть мы посмотрим, насколько данная форма поддержки многодетных семей является востребованной. Для себя мы поставили целевой индикатор – выдать не менее полутора тысяч продуктовых карт. Второй показатель – мы увидим, насколько увеличился спрос в денежном выражении, а соответственно и выручка у товаропроизводителей. И исходя из этого, мы уже посмотрим, насколько увеличится налоговое отчисление. Все понятно. Большое спасибо. Павел Ануфриев был у нас сейчас на связи, глава департамента развития предпринимательства и торговли. Мы продолжим говорить о продуктовых картах, которые с 15 октября будут выдаваться многодетным семьям после перерыва на рекламу. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Возвращаемся в студию. Дневной разворот. Многодетным семьям из Кирова выдадут продуктовые карты. И вот мы уходили на том, что рассчитывает департамент развития предпринимательства и торговли, что если полторы тысячи карт будет выдано за период действия проекта, а это 6 месяцев, напоминаю, начиная с 15 октября, то это хорошо. Мы тут с Пашей посчитали, пока был перерыв, что полторы тысячи карт по тысяче на каждую – это полтора миллиона, умножить на 6 месяцев, но это не 18 миллионов получается. Кирилл Сергеевич. Да, ну, собственно, мы считали с запасом, да, то есть мы рассчитывали еще и на те семьи, которые в настоящий момент в департамент соцразвития за ненадобностью не обращались. Они хорошо зарабатывают, они в состоянии, там, родители в состоянии содержать своих детей, несмотря на то, что их много, такие лица тоже есть. И вот как один из интересов департамента – это не только поддержать многодетные нуждающиеся семьи, но и в том числе выявить семьи, те, которым мы не были нужны. Если вы говорите, что вы им сейчас не нужны, они обеспечены, зачем же они пойдут за этой картой? Ну, понимаете, все-таки тысяча рублей – это не 150 рублей. Это все-таки средства, которые, как вы сказали, весомы. Что это наши обычные среднестатистические семьи, они суперобеспечены? Ну, да, то есть тут же вопрос обеспеченности, он условный. Государство одним образом считает, люди другим. А вот эти 18 миллионов, выделенные на программу, они, если не будут выбраны полностью, куда остаток пойдет? Они вернутся в бюджет. То есть они вернутся в бюджет, никуда не пойдут. Вот в эти 18 миллионов вы закладывали какое-то сопровождение этого проекта? Нет, это средства, исключительно предназначенные для выдачи многодетным семьям. Все остальные договоренности тоже оплачиваются? Сейчас поясню. То есть услуги банка, они никоим образом не оплачиваются. Банк за свой счет, ну, может быть, Павел Николаевич не очень ясно это осветил. Банк за свой счет выпустил карты, за свой счет напечатает буклеты, за свой счет будет их обслуживать, раздавать. То есть банк на этом, ну, в данном случае это вятка банк, да, ни копейки не зарабатывает и не заработал. Зачем же тогда нужно эту банку? Я не знаю, лучше, конечно, задать вопрос банку, но, как мне кажется, как человеку думающему, это все-таки для них больше а-имиджевая акция. Вряд ли это там акция, которая была бы направлена на привлечение и закрепление клиентов, тем более большинство из них, мы с вами знаем, малообеспеченные. Ну, в принципе, банк, есть такая версия, что банк за этот период времени может подготовить какой-то специальный продукт для этих людей, потому что... Может, может. Потому что многодетные семьи однозначно, у них есть, бывает дефицит там денежных средств, особенно если необходимо привезти какие-то большие покупки, но это все дело банку уж, конечно. Вот меня еще беспокоит вопрос. Вам, как главе Департамента социального развития, зачем сведения о том, сколько многодетных семей? А как мы будем определять, собственно, политику в области? Да, мы же должны, по крайней мере, понимать, с кем мы работаем, сколько этих человек, планировать доходы, расходы и прочее, прочее. Нет, вот это вот хорошо, потому что вы говорите о том, что некоторые многодетные семьи не обращаются в Департамент социального развития, в то время как для многодетных семей государство предусмотрело достаточно большое количество, например, льгот. Да? То есть государство заинтересовано, чтобы эти льготы в полной мере там выбирались, что ли? Да, ну, собственно, есть, понимаете, есть льготы для многодетных семей, есть для многодетных малообеспеченных. Мы заинтересованы в том числе, чтобы и многодетные семьи, не являющиеся малообеспеченными, активно пользовались теми средствами и возможностями, которые предоставляет государство. Но активно с ними взаимодействовать мы не можем, ну, в кавычках, да, потому что они скрываются. 708-502, телефон прямого эфира, у нас есть слушатель на связи, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Это Дмитрий, я хотел бы одну просьбу сказать. Ну, во-первых, касательно проекта, проект хороший, безусловно. И одна просьба, будет ли открыта статистика по покупкам кировских товаров, вот которые совершены с помощью таких продуктовых карт. Что вы имеете в виду, рейтинг какой-то? Да, да, то есть чтобы эти данные появились в открытом доступе. И тогда у нас была вполне честная статистика по покупке, какие товары кировские. Пользоваться спросом, какие определители там, не очень. А для чего вам это нужно? Это нужно из обычного интереса обладателя. На самом деле, не совсем из обычного интереса. Спасибо вам большое за вопрос, Дмитрий. Вот это две есть стороны у этого дела. Первая, это поддержка семьи, и во-вторых, это поддержка производителей. Так вот, поддержка производителей имеет ли смысл вообще, если какие-то товары не покупают? Подождите, что значит не покупают? Мы, например, с вами, я хожу в магазин, да? Я сейчас, не знаю, ориентируюсь по тем же прилавкам, но я всегда покупаю молоко исключительно кировское. Колбасу я беру вятскую. Это вопрос хорошо бы было адресовать, как раз, Павлу Николаевичу, потому что интерес Кирилла Сергеевича мы поняли. Потому что он работает со своей стороны, да, с многодетными семьями, вообще с населением, да, другой департамент. Департамент развития предпринимательства и торговли. Вот к нему сейчас обращение Дмитрия, нашего слушателя было, чтобы составили определенный рейтинг, да, этих продуктов, которые будут покупать. И тогда будет ясно, во-первых, какие продукты местных производителей покупают в большем количестве, каких конкретно производителей покупают больше. Вообще покупают ли в итоге, да? Вот это, наверное, имел в виду Дмитрий. И это, правда, очень интересно. Это все к тому вопросу о борьбе за местного производителя в конкуренции с федеральными производителями. Вот к чему, собственно, вопрос был. Вот сама карта, не знаю, как будет выглядеть. Возможно, она уже появилась где-то в интернете. Вы ее уже видели? Демонстрировали ее на пресс-конференции. Демонстрировали? Да, красного цвета. Карта красного цвета, там что-то есть такое, что с семьей связано вообще? Как дизайн выбирался, знаете, нет? Павел Николаевич занимался этим вопросом. Не представляете себе, как это выглядит? Не, главное, чтобы многодетные семьи имели возможность денежку получить. А какого цвета карта для меня не принципиально. Бывает такое, что проект запускается, а хорошие намерения изначально. Я-то прекрасно помню, что происходило весной. Думаю, что многие наши слушатели, потому что шли жаркие баталии по поводу как раз захода федеральных сетей в Киров, по поводу того, что вытесняются с прилавков, не допускаются на прилавки продукты местных производителей. Местные производители тогда очень возмущались, писали петиции. И пошла большая такая волна, большая компания в поддержку местных производителей, не только в Кирове, а вообще по всей стране. Она была неоднозначная. И на фоне этого как раз проект возник. И тогда как раз Дмитрий Матвеев говорил, что в связи с этим проект вводится. Сейчас, Кирилл Сергеевич, я понимаю, что, судя по вашему лицу, вам-то все равно, почему он вводился. Вам хорошо от того, что он появился, этот проект. Главное, чтобы многодетным семьям было хорошо. Да. Я потерплю. Но очень, на самом деле, интересно, какие будут результаты этого проекта. Потому что, несмотря на то, что сейчас не так, кажется, ярко дискутируют по поводу местного производителя и федерального производителя, все равно осадочек остался. И процесс-то все равно идет. И, возможно, в апреле месяце, когда будут подведены итоги, результаты будут не слишком приятные для местных производителей. Хотя, если тебе дают тысячу, то, конечно, ты ее потратишь. У тебя выхода нет. Вот если бы подумали еще о продуктах федеральных, есть такие мысли, нет? Ну, а нам, подождите, за счет средств бюджета, субъекта Российской Федерации в Кировской области, зачем поддерживать федеральных-то производителей? Объясните. То есть нам нужно поддерживать своих. Если мы будем поддерживать многодетные семьи, не все ли равно нам какие продукты? Света, полторы тысячи продуктов в корзине. Ну, куда еще больше? Какие федеральные производители? Все у нас здесь есть. Все производится автономно. Сырки, творожок, молоко, сыр и так далее и тому подобное. Я очень рада, что мы здесь все патриоты собрались. Это очень хорошо на самом деле. Вот, подводя итоги нашей сегодняшней здесь темы, давайте еще раз скажем о том, как раскинута эта сеть магазинов по городу Кирову. Достаточно ли они доступны по всему ли городу или сконцентрированы где-то? Как отбирались магазины? Магазины отбирались по желанию. Тоже вопрос, я готов ответить Павлу Николаевичу, я готов ответить. То есть там вход свободный. Единственное, о чем сказал Павел Николаевич, это технические аспекты. Если магазин и сеть готовы соответствовать тем требованиям, которые предъявляются, в том числе банкам, к их информационным системам, то они входят в проект. Брали абсолютно все, кто заявлялся и соответствовал техническим... Мы провели безумное количество переговоров с разными магазинами. То есть я при этом тоже присутствовал. Основным в этом направлении, в работе с сетями, это был, естественно, департамент развития предпринимательства и торговли. Но мы, так как были соучастниками проекта, являемся соучастниками проекта, тоже при этом присутствовало. Но вы оценивали, вот сейчас их 46, а в ноябре будет еще плюс 21, соответственно, 67 магазинов. Они весь город покрывают? Нет ли районов, где вот нет магазинов? Ну, смотрите, вот давайте просто сети назовем, да, это там глобусы, все на свете магазины. Это Красногорский, это Раздолье, это с ноября продуктовая лавка. То есть я думаю... У многодетных семей не будет проблем добираться до этих магазинов. У всех в микрорайоне есть там тот или иной магазин, то есть я не знаю такого места в городе, откуда бы в пешей доступности мы бы не дошли до одного из магазинов вот этих сетей. Понятно. Кстати, сеть Раздолье насчитывает, насколько я понимаю, два магазина. Вот я сейчас посмотрел на карте. Нет, ну глобус есть у нас, вете Красногорский, вы же видите. Чтобы там не было, хорошо, что вообще есть такая сеть. Конечно, вот получается 67 магазинов, это немало для такого небольшого города. Ну что, успехов. Мы рады за этот проект. Надеемся, что он будет эффективен и для предпринимателей, и для многодетных семей. Благодарим нашего гостя Кирилла Лебедева, главу Департамента социального развития Кировской области. Спасибо, что пришли к нам. Вам спасибо, что пригласили. Павел Чарушин, Светлана Занько. Прощаемся с вами. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин